Морозный зимний день, а мы направляемся в сторону Усолья, которая находится в Пермском крае. Усолья – это районный центр Пермского края с населением около 6000 человек и тенденции к его росту. Фактически город-спутник города Березняки. Собственного производства здесь нет, большинство жителей работает на другом берегу Камы. В целом Усолья – это отличное место для любителей старины и природы. Сейчас, когда простым жителям не угрожают наводнения, можно с полным правом наслаждаться званием Венеции на Каме. Из жилой части современного города в старую ведет дамба. Она была и в 19 веке. Усолья не зря называли Венецией на Каме и братом Санкт-Петербурга. На территории села было 12 полоев – камских старец. А в половодье люди передвигались на лодках в прямом смысле этого слова. Сейчас таких наводнений не бывает благодаря Камскому водохранилищу. Перед нами церковь святителя Николая Чудотворца. Церковь во имя святителя Николая Чудотворца была заложена в 1813 году, а освящена спустя 7 лет – в 1820 году. Ее построили в память об Отечественной войне 1812 года. Об этом сохранилась запись на бронзовой доске, которая установлена в алтаре церкви. Никольская церковь частично отреставрирована и имеет статус памятника архитектуры федерального значения. На мемориальном кладбище около церкви находится захоронение Строгановского архивариуса, автора родословной Строгановых и Усольской летописи. В собрании Музея Академии Художеств обнаружены чертежи, фасад и разрез однокопленной церкви, очень похожей на Никольскую. Возможно, что найденные листы – один из вариантов Никольской церкви. Ну а сейчас мы с вами направляемся в палаты Строгановых. Мир Строгановых. XVII-XVIII века. Патриархальный, консервантивный, жесткий до жесткости. Самые богатые люди в России, богачи государей, судившие своих людей своим судом, любители искусства и духовности, сыгравшие свою роль в архитектуре, иконописи, живописи, театре и построившие немало церквей по всей России. Одна из строгановских жемчужин – это Усоли, Венеция на Каме. XIX век придал Усолю больше столичного лоска, превратив его в Петербург на Каме. В нем заявили о себе несколько дворянских семейств. Впрочем, неименитые люди Строгановы, неродовитые дворяне подолгу в рабочем селе не задерживались. Гибло – дымное место, регулярно горевшее и затапливаемое. Сейчас соляных промыслов в Усоли нет, но пока еще остались венецы с Петербургом. Храмы, дворцы, протоки, старицы – очищенные от промышленности. Здание реставрируется и обрамляется зеленью на фоне реки. К ним добавляется антураж, ряженые кареты, колокольные звоны. Сюда стоит приехать на выходные. Одного дня на все может и не хватить, чтобы осмотреть достопримечательности Усоли. Перед нами Спасо-Преображенский собор. С колокольней и палатами Строгановых формирует ансамбль центральной части слободы Новой Усоли и является характерным образцом стиля Строгановская барокко. Как и дом Строгановых, эта церковь поражала прибывших поками пышностью отделки и богатством внутреннего убранства. Строгановы не пожалели средств на ее украшения. Благодаря их заботам она быстро превратилась для Усоли в такой же музей красоты, каким в свое время был Благовещенский собор Строгановых в далеком Сольвычегодске. В 1752 году, когда упразднили собор в Орле-городке, Александр, Николай и Сергей Строгановы без особого труда получили разрешение о переименовании церкви в Спасо-Преображенский собор. Спасо-Преображенский собор с отдельно стоящей колокольней. 1730 год. Это очень красивый и необычный храм. Самый поздний из шести храмов Строгановского барокко. Усоли довольно быстро превратилась в самую доходную соляную слободу и крупнейший после Соликамска центр соляной промышленности России. И это несмотря на то, что дважды у соли выгорало почти полностью в 1649 и 1680 годах. Особого расцвета у соли достигло при Григории Строганове, который один сосредоточил управление города в своих руках. Тогда в нем работали 42 варницы из 162 варниц, которые принадлежали Строгановым. Если говорить более подробно, то север Пенского края – это историческая Пермь-Великая. Давным-давно здесь обитали коми, пермятские племена. А с 15 века начинается проникновение в наш регион русских купцов, которые и изменили, а также подняли роль Прикамья на карте России. Среди таких купцов-промышленников особое положение и занимали Строгановы. В те времена в народе даже ходила поговорка – богаче Строганова не будешь. Денег у них было больше, чем у самого царя. Например, в начале XVIII века Григорию Строганову принадлежала территория больше Голландии того времени. Он стал крупнейшим землевладельцем и был одним из ближайших людей к Петру I. Более того, он был единственным человеком в государстве, чье полное имя Григорий Дмитриевич писалось с приставкой «Вич». Кстати, именно Строгановы снарядили в поход дружину Эрмака «Покорять Сибирь». Усоль расположена на правом берегу реки Камы напротив города Березняки, в 183 километров от города Перем. А начиналось все вот так. В 1515 году малоизвестный вычегодский купец Ани Костроганов поставил на одном из притогов Вычегды первую варницу. Он посылал челобитные владыки Перми Великой и даже Ивану Грозному, и его просьбы были удовлетворены. Вскоре он получил более трех миллионов десятин земли по Каме, а в 1566 году вступил в опричнину, и его владения расширились землями по часовой. Свой жизненный путь Аника Федорович закончил в качестве монаха Иосифа. Видимо, много нагрешил. А как по-другому нажить большое состояние? Зато его три сына дело отца продолжили. Владения Строгановых росли, а их богатство множилось. Так они доросли и до своей столицы. В 1606 году внук Аники Никита Строганова основал около Орел-городка Слободу, Новая Уссолья. В 1619 году после его смерти она досталась его двоюродным братьям. А почему новая? Тут все просто. Старое Уссолье было в Слекамске. Вот оно первоначально и называлось Сулькамская или Уссолья Камская. В 1722 году Строгановым был пожалован Петром I титул баронов, за который они пообещали построить четыре церкви. Сергей Строганов должен был строить церковь Уссолья. А он взял и решил реконстрировать все село и сделать его своей резиденцией. В городе развернулось масштабное каменное строительство. В атаке появилась Спасо-Преображенская церковь. Колокольня Спасо-Преображенского собора – это главная доминанта всего архитектурного ансамбля Уссолья. Ее высота около 50 метров. Она имеет шесть ярусов. Колокольня сильно пострадала при пожаре в 1842 году. Тогда в огне был уничтожен высокий шпиль с люгером, венчавший башню. Кстати, она тоже наклонная, так же, как и Соликамская соборная колокольня и знаменитая Невьянская башня. Для укрепления Уссольской колокольни были пристроены торговые ряды с западной стороны года 1832-1835, но они так и не дожили до наших дней. В завершении хочется сказать, что здесь интересно увидеть разные старинные здания, побывать в них, узнать много интересного. Даже без экскурсии можно получить информацию о месте, историческом объекте. Здесь очень много мест для прогулок и отдыха. Очень приятно посидеть в тишине на берегу Камы. Для детей есть хорошая игровая площадка. Интересно посмотреть на клумбы с экзотическими растениями, но это уже летом. Так что, кто здесь не был, обязательно нужно посетить это историческое место. Вам будет очень интересно. Мне лично это место очень нравится. Мы часто сюда приезжаем. Всем рекомендую посетить. Это очень старинное и атмосферное место. Старинные здания, от которых веет тайнами и загадками.